МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вы, дорогие телезрители, если хотите что-то спросить, вам что-то неясно. Вы сами, может быть, поступаете, хотите поступать в наш ВУЗ, может быть, ваше чадо дорогое, выдержав муки госэкзамена, хочет поступать. Если вы хотите что-то спросить, у вас есть отличная возможность напрямую Кристиану Александровну спросить, все вам расскажет. Поэтому прекрасная возможность. У вас все, что вы хотите выяснить про приемную кампанию в Тверской госуниверситет, об этом и спросите. 300-190 звоните, мы ждем ваших звонков. Ну что ж, началась у нас приемная кампания. Скажите, а сколько вообще у нас сейчас продлится? Кристина Александровна здесь лучше знает. Приемная кампания научной формы обучения продлится у нас до 29 июля. Мы принимаем документы. Включительно? Включительно, да. Но есть ряд направлений, на которые уже прием документов заканчивается 9 июля. Это такие направления, как физическая культура и изобразительное искусство. А почему так интересно? Дело в том, что выпускники колледжей, у них уже на руках дипломы, поэтому они могут поступать с 19 июня к нам подавать свои документы и до 9, потому что это творческая направленность, профессиональная направленность испытания, и их решено университетом проводить в первую очередь. А школьник обычный, который закончил школу? Соответственно, мы тоже. Надо поторопиться. Надо поторопиться, да. Еще осталось буквально чуть-чуть. Чуть-чуть. Интересно. Ну хорошо, а сколько уже заявлений подано? На сегодняшний день более 2000 заявлений. Это много, мало? Это прилично, да. По сравнению с прошлым годом, это где-то в три раза больше. В три? Примерно, да. Но дело в том, что в этом году в наш университет можно подавать на четыре направления, поэтому эта цифра, вот увеличенная в столько раз, скорее всего, связана именно с этим фактором. Ну, прошлый год кто-то скажет, наверное, пандемия, а по сравнению с позапрошим, там, скажем. Тоже больше. Ну, тоже в разы? Да, в разы больше. Вот это интересно. Раньше можно было подавать на три направления, а сейчас на четыре направления. И поэтому так вырос потом? Да, и поэтому выросло количество заявлений. То есть у каждого физического лица несколько направлений выбрано от, соответственно, двух до четырех. От одного до четырех. Ну, то есть четыре направления. То, условно говоря, человек, допустим, захочет заниматься, допустим, филологией, условно говоря. Захочет, может, потом подумать, нет, а вдруг я буду преподавателем, хочу, условно говоря, в школе или в вузе. Ну, это питфакт, условно говоря. Да, совершенно верно. Может быть, журналистом четыре, условно говоря. И, допустим, а вот, может быть, хочу изучать языки энергии в бывшей, условно говоря. Совершенно верно, да. И при этом можно в разных конкурсах. То есть одно заявление, общий конкурс, целевая квота и платная основа. И это идет как одно заявление, как одно направление. А зачем так сделали вообще? Что было не так, когда три было? Почему на четыре? Расширяется выбор абитуриента. Я понимаю, что не сужается раз четыре вместо трех. А почему? Зачем? Для перспективы, для свободы выбора абитуриента. То есть здесь наш учредитель исходит из того, что видно, были какие-то жалобы, что почему вы нас ограничиваете. И они пошли навстречу, чтобы как бы спектр расширили. То есть право выбора стало больше. Почему-то они пять, не шесть. А вот вопрос. Но в других вузах от двух, получается, до десяти. Мы выбрали такую цифру четыре. Дело в том, что мы посчитали слишком большой выбор. Он тоже иногда приводит к плачевным последствиям. То есть можно заблудиться в этих направлениях. Но очень сложно. Скажете, что под пилой на химии он придет 1 сентября на журфак? На 1 сентября поздно будет, но тем не менее, да. Поэтому мы решили попробовать на одно направление увеличить. Посмотреть картину. Потому что неизвестно, как сложатся обстоятельства. Слишком большой выбор. Я думаю, что это тоже размышления лишние. Это головная боль для абитуриентов. Куда поступать? Тогда одно давайте сделаем. Вообще не будет головной боли. Ну, когда я поступал, именно так и было. Да. И никаких проблем. Но сейчас, конечно, другое время. А какое другое? Вот, Давид Ильич, вот вы сказали, вы сами поступали, было одно. А что не так-то? Вот у вас головной боли не было. Все прекрасно. Работаете экономистом. Преподаете. Вот у вас есть чем сравнить. Ксения Александровна, я думаю, когда вы поступали, тоже, наверное, было одно. Да. Ну, вот. То есть, ну, с вашего позиции, с вашего опыта. Вы сами были студентами, вы поступали, вы учились. Что изменилось? Почему решили так сделать? Что изменилось-то? Изменилась, вообще-то, экономическая формация. Тогда была плановая экономика, а сейчас рыночная экономика. Это, во-первых. И, соответственно, на вот это изменение поблекло за собой изменения и в образовании, в том числе. Управление образованием стало совершенно другим. Соответственно, и финансирование, участие государства в образовательном процессе стало тоже другим. Ну, конечно, эти изменения не всегда. Они хорошие с нашей точки зрения. Если даже я подниму такой вопрос, это нас уведет. Но не могу не сказать, что сейчас мы в учебных заведениях, даже в школах, не воспитываем, а предоставляем образовательные услуги. Тогда как любые учебные заведения это и воспитывают в том числе, может, даже в первую очередь. Ну, об этом сейчас не будем говорить, а вернемся к вопросу выбора. Тогда, да, действительно, было возможность только выбрать одну специальность. И если вы не попадаете, то, соответственно, вы в этом году уже никуда поступать не сможете. А в этом году... Плохо было, на ваш взгляд. Вот на ваш взгляд. Вы были студентами. Наверное, да. Наверное, да. И для того, чтобы... Ну, это были ограничения выборы. А сейчас, смотрите, сейчас конкурс и поступление тоже зависят от престижности вуза в том числе. И, соответственно, может быть, на такую же специальность в Твери не проходишь, но проходишь в Москве, проходишь в Санкт-Петербурге этими же баллами. Вот. Поэтому у тебя больше выбора. Вот это как раз направлено на то, что у абитуриента больше возможностей оказаться в вузе. Я думаю, что это правильно. Но слишком, когда тоже раскрывается вот этот веер и предоставляется огромное количество, там, я согласен с Кристиной Александровной, там уже абитуриент теряется, родитель теряется. И не могут выбрать, и бывают такие случаи, что вот-вот мы заканчиваем уже прием документов, заканчиваем, неумолимо подступает время, когда уже надо определиться, выбрать. Вот. И они этот выбор еще не сделали. И они остались за пределами вуза. Это уже трагедия, это уже, значит, определенные проблемы, жалобы, слезы, просьбы, а уже назад ничего вернуть невозможно. Поэтому всегда надо такой грамотно подходить к выбору своей профессии, грамотно подходить к процедуре принятия решения, и это решение надо принимать вовремя. Вовремя именно правильное решение. А вот поясните мне, опять-таки, тоже, как человек, который уже в прежние те же времена поступал, это как сейчас, то есть в разные вузы. То есть сейчас человек может подать заявление там в МГУ, ТВГУ. Пять вузов страны. Пять вузов страны. И у нас на четыре направления, верно я понимаю? А в МГУ, допустим, как вы сказали, допустим, на десять, условно говоря. Какой-нибудь Челябинский горный институт пять. Таким образом, человека потенциально выбирает чуть ли не из двадцати специальностей. Ну так вот. Получается, очень широкий спектр. Там четыре, там пять, там... Совершенно верно. Очень широкий спектр. Это, поэтому я и сказал, что это приводит к тому, что наступает такая страшная путаница. Не знаешь, как принимать решение. И это приводит к стрессу. Это приводит к тому, что просрочиваешь принятие решения. И, в конце концов, действительно, люди не смогут вовремя ориентироваться, вовремя принять решение. Они остаются вне запределённых вузов. Бывают и такие случаи. Но, с другой стороны, это право. Это вот, хотели свободу, хотели право выбора. Так, получаете. Может, у него в другом месте право выбора, я не думаю, конечно, но это опять-таки другой вопрос. Хорошо. Естественно, я думаю, многих интересует вопрос, ну и меня в том числе, о наиболее востребованных популярных специальностях. Потому что тоже я вот прекрасно помню, как всё меняется, одно время на экономику. А в другое время мы должны выпустить рекламу, дорогие телезрители. Мне сигнализируют мои коллеги по ту сторону, что называется, экрана. Поэтому три минуты не переключайтесь и готовьте ваши вопросы касаемо приёмной компании в Тверской госуниверситет. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о приёмной компании в Тверской госуниверситет. Поэтому, дорогие телезрители, вдруг среди вас кто-то есть, кто ещё не знает, куда надо заявление подать, куда можно подать, сколько. Поэтому звоните, 300-190, телефон прямого эфира. Итак, господа, точнее, господин и дама, какие специальности наиболее популярны вот пока на данный момент? Могу сказать, что всё-таки экономические направления. Да неужели? Да. Ну, 30 лет, и всё, и эконом? Я потом объясню. Конечно. Как не вам, Довит Ильич, объяснять? Популярность вашего института. Ещё хотелось бы назвать юриспруденция. Тоже пользуется спросом. И педагогические образования. Педагогические образования, лингвистика достаточно популярна тоже. Вот такой перечень. Вы объясняете? Да, я постараюсь объяснить, и если позволите, мне маленький исторический экскурс сделаю. Те, которым сейчас 40 и старше, они прекрасно помнят 90-е годы, когда был сумасшедший бум, спрос на экономические управленческие специальности, на юриспруденцию. Чем это было вызвано? Дело в том, что действительно рухнула система, поменялась экономическая формация, с плановой экономики мы перешли в рыночную, нерегулируемую рыночную систему. И, к сожалению, здесь мы стали наблюдать, что предприятия закрываются, люди остаются без работы. Замечательные инженеры, физики, химики, они действительно оставались, даже учители оставались без работы. Единственное, что можно было их спасти, это удариться в предпринимательство. И очень многие как раз себя спасли, став предпринимателями. Но, чтобы стать предпринимателями, обязательно надо было иметь хоть какой-то ази в своем познании. И тогда получить заочное образование, второе высшее образование и вообще экономическое образование, как первое после школы. Действительно, был очень модный и был популярным. Даже чрезвычайно популярным, чрезмерно популярным. Мы этому были даже не рады, потому что мы знаем, что свой процент абитуриентов к нам придут. Потому что наши профессии, это вечные профессии. Это профессии бизнеса, это профессии созидания, это профессии лидерства, профессии принятия решения. И профессия, где берешь ответственность на себе и ведешь группу людей к той цели, которая устраивает всем. Выражение личности. А мы с вами знаем, что по пирамиде Маслова, что это самая высокая потребность в человеке. Самовыражаться, то есть полностью выражать все, что в тебе заложено, этот потенциал. Поэтому люди действительно хотят достичь этого уровня развития. А это возможно только в экономике и особенно в управлении. Поэтому эти профессии всегда будут популярны. И даже несмотря на некоторые антирекламы, которые сейчас идут, всегда хотят говорить, что достаточно много экономических профессий. Но жизнь показывает, что у нас спрос на нас не падает. И даже наоборот спрос на нас возрастает. И вот возвращаясь к 90-м годам, хочу сказать, что тогда была допущена одна ошибка. Серьезная ошибка, когда на рынок допустили организации, которые в принципе были некомпетентны готовить специалистов. Это какие-то такие организации? А это открытие всяких филиалов, открытие всяких частных вузов. Которые в принципе, их открытие были продиктованы тем, что в рыночных условиях должна быть конкуренция. И соответственно, конкуренция там была только по всему. Дело в том, что некоторые учебные заведения ставили такую низкую цену, что по этой стоимости никакого качества обеспечить нельзя было. Государство где-то закрывало на это глаза. И получилось так, что потом потребители, то есть люди поняли, что все-таки лучшее образование, это образование в государственных вузах. Там, где есть научные школы, есть база, есть видение развития этой профессии, есть научная составляющая, которая обязательно должна сопровождаться образовательным процессом. Поэтому я совершенно конкретно могу сказать о всем нашем вузе, и в частности о нашем институте, институте экономики и управления, что мы не только транслируем уже известные знания, которые есть в экономике и управлении, а мы еще и сами создаем новые знания. То есть наши ученые сами вырабатывают совершенно исключительные авторские знания, и эти знания мы даем не только нашим студентам, а в виде монографии, научных статей и учебников, которых мы пишем, они доступны для всей страны и даже не только в нашей стране. Поэтому без науки образование тоже не может быть. Все развивается, особенно в нашем цифровом мире информация удваивается в очень короткие промежутки времени, и без научного составляющего образование тоже не может быть. Поэтому спрос на экономические и управленческие профессии есть и будут, и в дальнейшем. Жаль только, что нам дают так мало бюджетных мест, но я думаю, что мы преодолеем эту несправедливость, скажу так, и в дальнейшем у нас будут больше бюджетных мест. Еще знаете, в чем дело? Это та группа специальностей, где у нашего университета есть имя. То есть это бренд. Тверской госуниверситет в целом и экономический факультет, факультет управления и социологии, то, что мы сейчас называем институтом экономики и управления, это бренд. И, соответственно, народ нам доверяет. Доверяют своих детей, своих внуков. Те, которые когда-то заканчивали, сами приводят своих детей, своих внуков. И это преемственность поколения, это очень здорово. Мы этого очень ценим. И со своей стороны мы стараемся не уронить качество. И я обращаюсь к абитуриентам, к родителям. Я говорю, что действительно Тверской госуниверситет это гарант успеха каждого студента, который приходит к нам учиться. И институт экономики и управления дает всегда такое образование, такого качества образования, что они готовы работать и принимать ответственные решения в любых отраслях, на разных уровнях ответственности. И у нас есть, конечно, люди, которые показывают свое мастерство, свои знания. Ибо мы закладываем изначально способность не просто получить образование за студенческой партой, но еще самостоятельно обучаться, потому что человек постоянный может находиться за партой, но самое главное — научить их учиться. Это, знаете, вот тот вечный спор о том, студент — это кто? Факель, которого надо зажечь, или емкость, которую надо наполнить. По-моему, их разделить нельзя. Чтобы что-то горело, безусловно, она сначала наполнит, а потом только начинает это горение, освещая всех вокруг. Поэтому я приглашаю всех наших абитуриентов, которые чувствуют себя как люди смелее, ответственнее, которые любят порядок, любят дисциплину, чтобы преобразовать наш окружающий мир и тот огромный спектр направлений и специальностей, которые у нас есть в институте, мы гарантируем очень высокого уровня образования. И хочу еще сказать, что любое наше направление, их, позвольте, перечислить, это и экономика. Внутри экономики у нас бухгалтерский учет, финансы и кредит, и с этого года мы еще один профиль добавляем, банковское дело. В менеджменте у нас два профиля, это управление организацией и маркетинг. Государственное муниципальное управление, очень востребованное направление. Мы готовим здесь специалистов в области госуправления, управление персоналом, без которого сейчас трудно представить развитие персонала внутри организации. Это и политология, у нас там профиль политического управления, без которого тоже невозможно в современных условиях. И в этом году мы предлагаем нашим абитуриентам чрезвычайно востребованное направление, вернее, специальность, это специальность, тут обучение будет пять лет, это экономическая безопасность, потому что мы вокруг нас наблюдаем настолько, мы уже стали частью цифровой экономики, цифрового общения, и настолько часто происходят нарушения в этой области, и, соответственно, специалисты в этой отрасли и в этой области будут очень востребованы в будущем. И защита нуждается, каждый отдельно взятый человек, даже просто отдельно взятый человек нуждается в защите, потому что вы видите, сколько мошенников развелось, которые на очень высоком профессиональном уровне разводят людей, простите за этот жаргон, обманывают, это трагедии, это деньги заработанные, которые просто так пропадают. Ну, это, конечно, защита бизнеса, безусловно, и, если хотите, даже и защита страны, потому что здесь я вижу очень далеко идущие возможности у этой новой специальности, поэтому я всех приглашаю, на любой вкус в нашем институте можно выбрать свое будущее, а мы, я и мои коллеги, как всегда, привыкли работать качественно, и, соответственно, будем готовить по-прежнему качественных специалистов. Хорошо, если поговорить про другие востребованные специальности, юристы, хорошо, тут все понятно, юристы, люди, которые много зарабатывают, и так далее, но педагоги, ведь уже у нас, опять-таки, все эти 30 лет постсоветского времени, да и в советское время учитель в школе никогда не получал мега-деньги, вот, поэтому мне интересно, и, по идее, все уже должны за эти 30 лет, ну, конечно, педагог – это человек, который лопатой не будет грести, почему все равно так люди массово идут? Я думаю, что осталось все-таки такое понятие, как призвание. Я даже добавлю бы еще и служение. То есть, в наш, вот, когда человеку вон, главные деньги, и люди все равно, вот, можно пойти на юриста, чтобы много зарабатывать, нет, у меня призвания, я пойду. Действительно? Это действительно так. То есть, вот так много осталось людей? Да, которые идут за своим призванием, которые видят в себе силы, способности донести знания до других, до учеников, до своих, которым нравится это искусство, преподавание. Действительно, такие люди остались еще. Такие люди еще есть. По вашим словам, их не то, что остались еще, их много, раз это в тройке самых популярных факультетов. Видите ли, еще, слава Богу, здесь государство понимает, что надо поддержать бюджетными местами. Вот, и на педагогическое направление очень много бюджетных мест, и студенты, абитуриенты туда идут. Понимаете, у нас, вот в нашем университете, позволю себе такое сказать, любое направление, это физико-техническое, химическое, биологическое, филологическое, иностранные языки, историческое, и так далее, ну, экономика управления, юриспруденция, безусловно. Вот, все они профессии очень хорошие. Все, я, например, хочу, чтобы все абитуриенты именно по призванию пошли туда, куда надо. Вот, и хотел бы, чтобы они потом по этому направлению нашли себе работу и себе реализацию. Вот, но, к сожалению, у нас так сложилась ситуация экономическая, что не каждый может работать по профессии, в отличие, допустим, от выпускников экономических специальностей, которые действительно подавляющее большинство и юриспруденции, которые подавляющее большинство, и педагогических, которые подавляющее большинство идет именно по профессии. Да, вот. Хотя, еще раз хочу сказать, что у нас на любой вкус направление и везде очень высококлассные преподаватели, очень высококлассные научные школы, продвинутые, известные в стране и за рубежом научные школы. Поэтому за Тверской госуниверситет никогда не стыдно, и Тверской госуниверситет всегда покажет нужного уровня качества. Хорошо, скажите, а есть какие-то специальности, которые, ну, если не поснили с Олимпы вот эту троицу, вот, но, скажем, стремительно набирают популярность? Да, можно назвать международные отношения до этой личности, да? Согласитесь со мной? Да, согласен. Это тоже набирают свои обороты. Это какой-то аналог знаменитого гемо? Это, возможно, да. Это направление... Человек, закончивший вот это, он дипломатом, может пойти или как? Да, совершенно верно. Это специалист высокого профиля, но имеется в виду, что они могут работать в разных сферах и в администрации города, и попробовать себя как раз в посольстве, да. Или в Марии Захаровой. Вполне возможно, да. Смотрите, я еще хочу добавить здесь, что помимо международных отношений, что, безусловно, становится все более и более популярным направлением, и это очень хорошо. Вот на физико-техническом факультете есть у нас такая специальность, как инноватика. Вот. Инноватика. Это как? А это как раз на стыке. Это... Там готовятся специалисты, которые знают, что такое инновации, что такое новшество, как это продвинуть, как это превратить в товар, как это все сделать доступным для всех. Одним словом, это вот на стыке технических наук и экономики, и управления. Это здорово, это очень хорошо. Я думаю, что это направление, эта специальность в дальнейшем тоже будет все более и более востребованным. Вот сейчас, по-моему, первый год мы набираем робототехнику, да? Да. Вот. Об этом расскажите. По-моему, это тоже очень... Об этом надо, чтобы абитуриенты знали. Да. На факультете прикладной математики и кибернетики открывается новое направление. Пока там нет бюджетных мест, только платный набор. Называется мехатроника и робототехника. И это тоже действительно стык математики, информатики. И сейчас очень модно... Вы хлеб не отъедаете у политеха-то? Мы дружим. Это, по сути, машиностроение. Мы дружим. Мы стараемся дорогу друг к другу не переходить. Нет. Здоровая конкуренция, это всегда можно. Здоровая конкуренция, точно. Поэтому они учредили в свое время у себя психологов, да? Первый шаг сделали они. Да, я это помню. Смешно. Вы подходили, да? Да, ведь тут ему не будем дотрагивать. Давно было, да. И то есть робототехник теперь можно научиться в нашем Тверском университете. Да, совершенно верно. Видите ли еще, мы стараемся принимать решения ответственные именно в тот период времени, когда это нужно. Смотрите, опять-таки, цифровая сфера, нанотехнологии. И вот, смотрите, искусственный интеллект. А это все как раз, чем сейчас живет мир. Это мировые тренды. И, соответственно, мы, как университет, не можем от этого отстать. И это как раз наш ответ этим вызовам. И я думаю, что эта специальность, это направление будет востребовано. Наши ученые, выпускники потом скажут свое веское слово. Отстать нельзя, мы не имеем права. Конечно. А, Кристина Александровна, скажите, а вот есть какие-то специальности, которые теряют популярность? Я считаю, что в нашем университете невозможно назвать такие специальности. все-таки более-менее... Либо при своих, либо растет популярность. Да. Совершенно верно. Кстати, когда вы задавали вопрос об направлениях, которые популярны, вот психологические науки, например, сейчас... Да, я согласен. ...они получают, как бы, новое рождение. И это очень хорошо, это замечательно. Виталий Ильич, а вот вы коснулись уже темы бюджетных мест. Скажите, вот я думаю, телезрителям интересно, каков процент, собственно говоря, потому что для кого-то вообще ведь откровением, что, ну как все, ну логично, на самом деле, рассуждать, логично, что если это государство, как вы сказали, в ВУЗ, а государство, как сказал Людовик 14, это он про свет сказал, а мы скажем, это мы. Вот. То по идее люди рассуждают, что все места, они бесплатные, потому что они уже оплачены налогоплательщикам в виде налогов. Так это или нет? Давайте начну ответ на ваш вопрос следующим образом. В этом году, если посмотреть в общем, количество бюджетных мест в Тверском госуниверситете увеличилось. Но не на экономические, управленческие направления. Вот у вас, вот вы же рассказали, что сломанутся. Сколько бюджетных мест? У нас в этом году 16 бюджетных мест на бакалавриатах. А небюджетных? А небюджетных я обычно набираю 2-3 группы. Это где-то 60-70 человек по одному крупному направлению. Сразу всех вопрос, а кто вот решает, что 16 бюджетных? Давид Ильич вот сидит там, возьму-ка я в этом году. Нет, конечно, нет, конечно. Кстати, мы иногда свои пожелания посылаем туда. Да, это специальный отдел Министерства образования. То есть даже не Лобин Николаев-Скаковский? Нет, конечно. Это от нас не зависит. Это от университета не зависит. Мы только можем представить туда наши пожелания. А они уже решают, сколько нам дат. И не только нам, а всем подведомственным вузам по всей стране, которые являются, где учредители выступают правительства, они сами решают, сколько кому дат. И уже много лет подряд по экономическим специальностям и направлениям количество бюджетных мест мизернее. Вот в прошлом году, например, количество бюджетных мест на бакалавриате не было вообще. И только как началась эта пандемия и нас закрыли, благодаря этому, вот я об этом не сказал, благодаря этому, они нашли резерв и нам прислали 10 бюджетных мест. А изначально бюджетных мест не было. На фоне пандемии? На фоне пандемии, да, вот, знаете, во время вот этого кризиса, слава Богу, выделили 10 бюджетных мест, чтобы студенты не волновались. Но это для нас, конечно, мизер. Мы вообще-то в состоянии как минимум 10, 12, 15 раз больше бюджетных мест освоить, причем очень хорошего качества. Объясняет вам как-то логику? Объяснение есть такого плана. Значит, мы применяем определенные критерии, кто этим критерием подходит, мы это выделяем. Но самое главное, что мы этим критериям подходим, мы даже превышаем эти критерии, но все равно не дадут. А почему там мало? Но в чем вы их-то? Логика сложная. Скорее всего, вот тот перекос, который был в 90-х годах, когда достаточно много было желающих получить экономическое и управленческое образование, я только о своих буду говорить, они считают, что этих специалистов достаточно. Поэтому сейчас пока не будем давать. А мне кажется, все-таки дело в другом. Я сейчас поделюсь с вами. Мне кажется, что идет экономия денег. Наше правительство хочет на этом сэкономить. А экономить на эконом-факе? На экономическом образовании, скажу так. Они исходят из того, что это настолько популярные специальности и направления, что спрос на них всегда будет очень большим, потому что эти профессии кормят, эти профессии востребованы, они будут всегда востребованы. Поэтому люди найдут средства. На юр-факе такая же данная история? Я думаю, что такая же. Я не буду... Ну, вы так предполагаете, скажем так, я понимаю. Я думаю, что на юридическом то же самое. Поэтому именно такая формула работает. Да, я подчеркиваю, что мы действительно востребованы. Но хотелось бы все-таки, чтобы были бюджетные места. Потому что, смотрите, когда к нам хочет поступить школьник, как он, абитуриент, у которых высокие балли, а из-за того, что у нас вот мест нет, он вынужден уйти, потому что у него хорошие знания, и он хочет получить именно бюджетное образование. А он бюджетное образование здесь получить не может, потому что нет мест. И он уезжает от нас. Если мы хотим, что хороших ребят закрепить здесь, надо провинциальным вузам, таким, ну хотя я не считаю, что мы провинциальный вуз, нам 150 лет, мы очень известный вуз. Территориально чисто, мы провинция, мы столица. Значит, чтобы от нас не уезжали ребята, надо, чтобы действительно выделяли бюджетные места. Побольше. Именно вот по этим направлениям. Именно по этим направлениям. А, знаете, если школьник набрал 250 баллов, допустим, 240 баллов, ну как еще ему учиться? Это прекрасные знания, прекрасные показатели. Но по этим баллам здесь не пройдешь, потому что здесь всего лишь, допустим, на направлении экономика 5 бюджетных вес, на направлении менеджмент 4, на направлении управления персоналом 4, на направлении ГМУ тоже 4. В смысле слова на пальцах одной руки. Да, на пальцах одной руки. И он вынужден уйти, потому что он хорошо работал в школе, он получил очень высокие баллы. А этими баллами он может поступить в Питер, он может поступить в Москве. Как так в Питер может? Да, а у нас не может. Потому что зато московским вузам не ограничивают эти бюджетные места. А в чем логик-то? Опять мне тоже не помню. Ну, наверное, ближе к тем, кто принимает. Я думаю, что да. То есть, элементарно, какой-то, я не знаю, сельский, какой-то местечковый, вот это... Думаю, что такое... То есть, где уж надо за деньги, так Москва, по идее, если бы на то пошло. Ну, опять-таки, давайте, есть вещи, где я, наверное, некомпетентен, но факт остается фактом. Нам, провинциальным, региональным вузам, выдается все меньше и меньше бюджетных места в наших направлениях, в направлении экономики управления. Это печально. Это печально. Я все равно в целом не согласен. Ни в коем случае не с вами. Я понимаю, Москва, это вообще, не знаю, феерично. Мы, налогоплательщики, уже уплатили от существования этого вуза. Он наш, государственный, и он с нас берет деньги. Если он частный, без вопросов вообще. Он частный. Человек за свои деньги построил здание, набрал педагогов, платит и так далее. Почему я должен платить за то, что я уже заплатил в виде налогов? Понимаете, в чем налог? Это мой государство, он мой. И я ему должен заплатить. Это логики нет никакой со стороны нашего уважаемого государства. Потому что, во-первых, учредили государство, в том числе этих чиновников, которым мы зарплаты платим, мы своих налогов, и они потом решают, что а вот ты заплати за поступление в вуз. Это просто логики нет никакой. Рома, еще я хочу сказать следующее, что мы очень-очень долгое время живем в условиях модернизации высшего образования. Уже 30 лет, как нет Советского Союза, и все 30 лет идет модернизация. Никак не остановятся. Вот надо бы на каком-то этапе остановиться, прекратить вот эту личную бумаготворчество и свои взоры направить именно на качество образования. Вот тогда уже все встанет на свои места. Я думаю, что в будущем этот перекос изменится. Но сейчас мы живем в тех условиях, в которых живем. Да, согласен. Ну, как горизонт тут в нем вроде есть, а... Это целое поколение, особенно поколение в высшем образовании. Знаете, растерять можем очень быстро, а восстановить уже нужны будут десятилетия. Но нам пока удалось сохранить этот костяк. К нам идет молодежь, талантливая молодежь, но им тоже надо уже, чтобы они свое будущее видели в более таких, знаете, красивых тонах. Надеюсь, что это изменится. Мне кажется, знаете, что модернизация, она в том-то дело ведется просто ради модернизации, людям просто заняться, точнее, они, наверное, некомпетентны и придумывают всякую бред. Один из примеров, вообще, возмучительных, это вот то, что теперь, дорогие телезрители, нет студентов, кстати, школьников тоже нет, есть обучающиеся. Это вот зачем? Вот взяли, это же, представляете, сколько бумаг переделать нужно? Всего лишь кому-то пришло в голову заменить нормальное веками намольное слово студент, обучающиеся. Тем более, самое смешное, что слово студент, оно то же самое и означает. Это латинское причастие, которое переводится как учащийся, обучающийся, без разницы. Зачем заменить вот это студент, воспетая в песнях и так далее, романах, книг и так далее, зачем-то? Вот логики нет никакой, даже выговаривать сложнее, ведь это пример вот так называемой модернизации, которая идет просто ради модернизации. Наверное, кто-то сидит просто в Москве, свое место зря занимает в кабинете, но нужно как работу показывать? А давайте переименуем, давайте назовем обучающийся. Так звучит в законе об образовании. Я понимаю, конечно, кто этот закон придумал и зачем? Чем слово студент помешало? Вот чем? Ну, я ни в коем случае никого не оправдываю и не даю оценку сейчас качества закона о высшем образовании. Ну, просто слово обучающий как бы охватывает все категории. А студент не охватывает? Ну, студент не охватывает курсантов, студент не охватывает аспирантов. Аспирантов. Правильно, потому что у меня людей в военной форме, вот этих юношей прекрасных, слово язык не оборачивая называть обучающие. Это курсанты. Это курсанты. А это студенты. А это школьники. Я не буду с вами спорить, потому что как бы я не готов здесь. Да, тем более не вы этот закон разрабатывали. Хочется все-таки затронуть такой еще вопрос. Вот, уже мы так или иначе затрагивали. Почему все-таки вот вы сказали, что богатство выбора на 10 сразу может написать специальности. Почему все равно у нас до сих пор очень распространена такая вещь в России, когда человек закончит ВОЗ, а идет потом вовсе там не педагогом, не экономистом, не химиком особенно, не физиком и так далее. Как все-таки вы это объясняете? Ведь получается, что 5 лет ваши коллеги, в том числе и вы, потратили свои усилия зря. Вы ему знания по химии или там по экономике и так далее вкладывали в голову, вкладывали, старались, старались. Диплом человек получил, ведь по идее, ну не хочешь, уйди, переведи все, что угодно, а он потом не работает по специальности. Я попробую ответить на этот вопрос. Это, безусловно, слабость нашей экономики, к сожалению. Экономики, не образование. Именно экономики, потому что именно экономика дает рабочие места. Представьте себе, что человек заканчивает тот же самый программист, допустим, а он специалист высокого уровня или есть талант для того, чтобы стать таким специалистом. А такого этичного места рабочего нет. Про программисты я немножко соглашусь, они могут хоть и с дома работать, и сами с себя. Ну, если дайдешь работу, любую другую специальность. Ну, как нет. Соответственно, они ищут, они соглашаются на любую работу, которая, ну, не на любую, но, допустим, они нашли работу, где чуть-чуть надо поменять свое направление. То есть, диктует все равно экономика, диктует все равно наличие рабочего места. У нас же говорят, что безработица минимума, рабочих мест полно везде. Ну, они есть, но в других отраслях. Пожалуйста, рабочие места есть, строители есть, сварщики есть, токари, вот, даже никто не идет. Сварщики, токари – другая история. Это у нас потому, что привет в 90-м, когда пропагандировали, что если ты в белом ротничке, ты молодец, не важно, за копейки, а если ты работяга, то это позор джунглям и так далее. Это ладно, но, вот вы говорите, рабочих мест и так далее, но вот вы сказали, троица популярных специальностей, педагоги, при этом все школы скажут, что нам жутко не хватает, никто не идет, работают до сих пор советские учителя, которым уже там 70-е и так далее, и 5-е-10-е. Почему? Низкая зарплата все-таки в школах. Сначала они идут по призванию, 18-е уж вполне взрослые люди. Известно, как сейчас молодежь любит деньги, вот вообще просто, от слова совсем любят деньги, и если она говорит, мама или кто угодно, я хочу пойти на питфак, ей же должно сказать, милочка, ты же будешь работать за 15 тысяч, а как ты себе купишь айфон, а как ты поедешь за границу в Турцию, а как себе машину купишь, а квартиру молодежи сейчас все сразу надо, вот, а шопинг, как ты будешь делать там в московских торговых центрах, ведь по идее, вот эти слова должны прозвучать. Роман, вы совершенно правы. Как раз я об этом и говорю, что что-то непорядка у нас вот в экономике. Тут, если экономика была бы развита по разным направлениям, так как это в других странах, когда человек действительно... В Америке может быть такое? Ну, отчасти, 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 отчасти это может везде, это может быть и в Америке, и в любой европейской стране, но в таких масштабах, конечно, нет. Почему? А потому что у них экономика посильная, у них востребованность есть везде. Вот, допустим, начнем, какое возьмем направление, допустим, специалист по иностранному языку, он заканчивает, он педагог, он пришел в школу, как учитель иностранного языка, но там зарплата не устраивает, но вот бизнесу нужен специалист по иностранному языку, потому что есть иностранный партнер, надо продвигать товар или продукцию на иностранный рынок, а там этому человеку предлагают в разе больше зарплату. Конечно, он оттуда бросает это все и идет в другую сферу, хотя его готовили совсем по другим направлениям. и в этой ситуации или этому человеку представляют другого, который консультирует по специальным вопросам, или сам получают другое образование, уже присуще этому, этой новой профессии. Соответственно, вот вам и востребованность другого. А если бы в школах было бы достаточное зарплата, которое позволяет содержать семью, вот по этой причине... То шли по профессии. Да. А что поступаешь тогда? Ты же знаешь, что копейки. Ну, знаете, это тоже распространенная ошибка родителей и тех, кто принимает решение. А в чем ошибка? Ну, некоторые думают, что главное поступить, вот тем более, что будет в бюджетные места, получить образование и после этого уже... Но, когда они... Не думают они так далеко. Хотя я всегда говорю, ребята, думайте о том, где вы будете работать, какая будет у вас профессия. Вот. Но с другой стороны, ну, учителя же тоже нужны, физики же тоже нужны, химики тоже нужны. Не идут уже, не идут. Но для этого надо, чтобы была экономика посильнее и, соответственно, бюджетная сфера тоже была посильнее и получше оплачивалась. Это звенья одной большой цепи. Вот. Поэтому у нас есть пробелы в определенном смысле. Поэтому вот в школах, почему в школах последние десятилетия почти что нет мужчин? Педагогов. Педагогов. Вот. А возьмем 50-е годы советское время или даже то революционное период. То революционное, в принципе, так же вы понимаете. Там же в основном были мужчины. Женщины в ходе. Ну, тогда... И вот смотрите, в чем было. Женщины в принципе сидели у нас свои. Это... И ни в коем случае я не хочу обсудить гендерные моменты, но молодому поколению, особенно парням, авторитет мужчин нужен везде. Вот. А если их нет в образовании, соответственно, мы всю проблему воспитания переложили на хрупкие плечи женщин. Получается так. Вот. А почему они идут? А потому что там зарплата, которая дается, это не мужская зарплата. Мужчина должен кормить семью. Вот. И так далее, и тому подобное. И вот возвращаясь обратно вот сюда, я опять-таки вижу такой момент, что переучиваются во многом не экономисты и управленцы, а наоборот, в экономисты и управленцы переучиваются, потому что эти профессии никогда не подведут. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Мы сегодня говорили о приемной кампании в Тверской госуниверситет. Вы услышали, какие специальности наиболее популярны. Самый главный, вот такой интересный момент, что теперь можно на четыре специальности подавать нашему Тверскому госуниверситете сразу заявление. Это важный момент. Ну, как пояснили мне гости, это хорошо. Ну, будем надеяться, что тогда вы все-таки сделаете правильный выбор. Не получится о том, о чем говорили в последней, скажем так, стадии программы нашей, когда человек учится, учится на химик, а может быть даже на экономист, а может быть даже на юриста и так далее, а потом вдруг не работает по специальности. Все-таки есть возможность сделать правильный выбор, еще есть время, приемная кампания у нас еще идет. Самое главное, поэтому, самое главное все взвестий, подумайте, вы действительно хотите работать по этой специальности, чтобы, например, у Давида Ильича или у коллеги не стрясали, как выясняется потом, через пять лет зря воздух, пытаясь укладывать в вас знания, а потом вы не будете работать. Поэтому успешное вам поступление, успешное учеба, и окончание, ну и, конечно, работать по специальности. Это была программа «Оттема дня». Спасибо большое, уважаемые гости. Вам спасибо. До новых встреч и хорошего учеба. До свидания. До свидания.